добрый день меня зовут дмитрий эллер я основатель проекта cfr deposit сегодня 14 апреля двадцатого года и это аналитика рынка форекс для клиентов брокерской компании a market начнем с пара евро доллар евро доллар сейчас находится по традиции да уже в накоплении в определенном сейчас его цель ближайшая по покупкам уровень 109 668 и там уже нужно будет смотреть учитывая что все-таки движение у него более-менее восходящие то следует потом после небольшой коррекции ожидать пробоя этого уровня но по факту посмотрим пока что цель на сегодня уровень 109 668 британский фунт достиг ключевого уровня 125 744 учитывая его такой же ну и у него достаточно сильное движение вверх идет и практически без коррекционное поэтому стоит ожидать сегодня пробитие этого уровня сейчас будет небольшой откат и пробой уровне там же можно будет посчитать более конкретно его следующую цель по покупкам и на также достигла достаточно сильного уровня 107 622 но это больше похоже на коррекцию по моим расчетам коррекция может произойти к уровню 108 006 и отсюда продолжить свое падение дальше вниз канадский доллар канадский доллар пока что завис перед уровнем 138 473 уровень достаточно сильный возможно будет от него небольшая коррекция и продолжение движения максимальный потенциал продаж по канадцу уровень 1 37 647 новозеландский доллар также сейчас находится у ключевого уровня сильного 0 61 1 233 учитывая поджатие и также без коррекционное движение вверх ожидаю пробой этого уровня и потенциал покупок новозеландского доллара на сегодня это уровень 0 61 689 австралийский доллар также достиг ключевого уровня 0 64 306 но это у него прямо конец потенциала и здесь сейчас будет скорее всего откат возможно возникнет определенная флэтовая ситуация то есть по факту посмотрим идей по австралийский на сегодня нет продавать его от этого уровня пока нет никаких сигналов и не ожидать ну если будет какое-то хорошее хорошее движение хорошее импульсное движение от уровня 0 64 306 то тогда можно будет рассмотреть его на продаже опять же нужно будет посчитать потенциал продаж этих золото золото сейчас уперлась в уровень 1723 37 уровень достаточно сильный и сейчас я ожидаю коррекцию золота к уровню 1720 и продолжение все-таки покупок потому что максимальный потенциал на сегодня золото 1746 37 а вообще в принципе его потенциал на ближайшие дни это 1783 62 учитывая достаточно сильное восходящее движение восходящий тренд то я думаю в ближайшие дни золото этого уровня достигнет нефть с прошлой недели до сих пор находится в зоне накопления между уровнями 33 63 и 30 10 которыми указывал пока никаких идей нет по нефти ждем выхода из этого накопления при пробое уровней 33 63 либо 30 10 тогда уже может будет спокойно интерпретировать эту ситуацию как ну либо продажи либо покупки сейчас в накоплении пока нет не стоит трогать индекс smp 500 smp 500 образовал небольшое накопление сейчас между уровнями 2 813 9 и 2 738 и 4 сейчас также пока идеи нет то есть возможно smp 500 откатит от уровня 2 813 9 и пойдет на его пробой но здесь обязательно нужно будет ждать либо пробой верхней границы либо нижней границы накопления только тогда принимать решение о входе в какие-то сделки bitcoin bitcoin с прошлой неделе практически не продвинулся единственное что идея по продажам начинает отрабатывать то есть уровень 700 7168 90 был достаточно сильным для того чтобы bitcoin дальше продолжить свое падение под до него bitcoin спустился уже и его протестировал снизу сейчас пока что ближайшие ближайший потенциал биткоина по этим продажам обратно в уровень 4971 87 то есть похоже здесь может сформироваться небольшое тоже накопление но судя по биткоин да это большое накопление будет вот то есть цель пока такая российский рубль российский рубль все-таки доллар российский рубль пробил уровень 7516 и сейчас подошел к цене 73 рубля за доллар цена это в принципе не особо какая-то важная но падение пары она остановила вот сейчас нужно наблюдать за его движение то есть формируется опять накопление небольшое и нужно смотреть если у нас цена опустится ниже уровня 73 рубля то рубль подрастет до пара доллар рубль начнет какое-то падение свое здесь особо каких-то ключевых уровней дальше нет и какое-то падение пары доллар рубль я не ожидаю не предвижу в ближайшее время пойми расчетом особо там ничего нет я рассчитывал все-таки на покупки от 75 16 но сейчас нужно уже смотреть то есть вот эта зона между 75 16 и 73 рубля за доллар вот она такая достаточно зона неопределенности здесь нужно смотреть либо он поднимется выше 75 16 и тогда можно будет его рассматривать в покупке либо она попустится ниже 73 рубля и тогда нужно можно будет посчитать его дальнейшей продажи но на сегодня это все подписывайтесь на канал брокерской компании а маркет подписывайтесь на мой канал все ссылки в описании всего доброго удачи в торговле